Пусть это один из самых успешных мультфильмов в истории, но и у него бывают промахи. Добро пожаловать на WatchMojo Россия, и сегодня мы представим топ-10 худших эпизодов мультсериала Гриффины. Прежде чем начать, хотим напомнить, что мы публикуем новые видео каждый день, так что не забудьте подписаться на наш канал и включить оповещение о наших новых видео. В этом списке мы расскажем об эпизодах анимированного ситкома, которые совершенно не смогли вызвать смех, понравиться фанатам или впечатлить критиков. Номер 10. Брайан и Стюи. Это то, что мы называем бутылочный эпизод. Это значит, что все действие происходит в одном месте. В комедийных сериалах так часто делают для экономии денег, но подумайте, ведь Гриффин и анимированный сериал, им не нужно платить за место съемок. Поэтому нам остается лишь предположить, что это был творческий выбор. Ну, основываясь на конечном результате, он был плохим. Эпизод рассказывает о Брайане и Стюи, оказавшихся запертыми в банковском хранилище. И это значит, что мы смотрим, как Сет Макфарлейн разговаривает сам с собой в течение 22 минут. Эпизод нудный, в нем нет шуток, лишь хаос. Номер 9. Апрель в Куахоге. Слушайте, мы знаем, что Питер Гриффин создан как злой персонаж. Он плохо обращается со своими детьми, высмеивает свою жену, относится к друзьям как к мусору, разрушает город, когда предоставляется шанс и так далее. Однако, как казалось в глубине души, он всегда любил свою семью и делал все, чтобы защитить их. Так мы думали. Все это опровергается в этом эпизоде, когда он признает, что на самом деле ненавидит проводить время со своими детьми. Это слишком для идиота золотым сердцем. Не волнуйтесь, он снова покупает любовь своих детей с помощью Xbox. О, и они снова вернули песню Surfing Bird. Веселуха. О, ты не слышал? Слышал что? Номер восемь. Дом Пэйна Брайана Гриффина. С чего начать рассказ об этом шедевре? Возможно, со второй сюжетной линии, которая посвящена невероятно безответственному Крису и Мэг. В этом эпизоде, случайно столкнув своего младшего брата вниз по лестнице, они сильно повреждают ему голову. Вместо того, чтобы отвезти раненого брата в больницу, они скрывают его в течение нескольких недель. Когда Питер узнает об этом, он говорит, что это обычное явление и в конечном итоге помогает им, обвиняем во всем Лойс. Да, все настолько плохо, а другая сюжетная линия ничем не лучше. Воистину разочаровывающий эпизод. Номер семь. Беременность Тюи. Говоря о шедеврах, вот еще один, на этот раз про беременность. Да, как раз это мы и хотели сказать, ведь в этом эпизоде Стюи забеременел. Выводя свою якобы одержимость другом Брайаном на совершенно новый уровень, Стюи использует научные штучки-дрючки, чтобы оплодотворить себя, используя ДНК Брайана. Хотя это, безусловно, картины, о которых мы никогда не просили, вид родившихся детенышей еще хуже. Все заканчивается тем, что они отдают этих уродцев мест и приют для животных, и все возвращается к норме. Но ничего не станет прежним, не так ли? Некоторые вещи невозможно забыть, независимо от того, как сильно вы стараетесь. Номер шесть. Брайан плохой отец. Да, мы знаем, что это название эпизода. Да, мы знаем, что в конечном итоге Брайан и его отчужденный сын Дилан мирятся. Но то, как они к этому пришли, настолько глупо и высосано из пальца, что цель здесь едва ли оправдывает средства. Брайан даже использует Стюи, чтобы извиниться. Но Дилан требует оставить его, после того, как узнает, что Брайан использовал сына, которого он никогда не хотел, чтобы продолжить свою карьеру сценариста. Между тем, привычные дурацкие выходки Питера и его друзей заменяются спорами, предательством и стрельбой друг другу в голову. Брайан, он ударил меня. Я имею в виду, если мы делаем все правильные, то... Этот эпизод знает, что такое реальная жизнь, правдоподобные семьи и дружба. Номер 5. Герпес. Любовная рана. От беременных младенцев до младенцев с герпесом. Этот эпизод Гриффинов пробивает новое дно. Брайан и Стюи становятся братьями по крови, но Брайан утаивает от своего друга о том, что у него есть герпес. Таким образом, Стюи заразился болезнью, и после некоторых жалких попыток мести они в конечном итоге мирятся. Брайан говорит Стюи, что причина, по которой он не рассказал ему о герпесе, заключалась в том, что ему было стыдно. И как если бы это было приемлемым оправданием, Стюи прощает его и просто принимает тот факт, что у него герпес на всю оставшуюся жизнь. Ладно, хватит. Просто говоря об этом эпизоде, хочется сходить в душ. Номер 4. Крики тишины. История Брэнды Квагмайер. Знаете, что нужно Гриффинам, мультфильму с гомосексуальным злым ребенком-гением и говорящей собак-алкоголиком? Конечно же, серьезная история о насилии. Этот эпизод полон ужасных моментов, типа сцены, в которой сестру Квагмайер избивает ее муж, и все соседи об этом знают. Сцена, содержащая отвратительные детали, просто заставляет вас дрогнуть и спросить, зачем? Хотя эпизод заканчивается хорошо для Брэнды Квагмайер, он учит аудиторию, что лучший способ справиться с насилием – это месть и в конечном счете убийство. Ну, знаете, классическая комедия. Номер три. «Жизнь Брэна». Всеми ненавидимый эпизод, у которого самый низкий рейтинг в базе IMDb в нашем списке, и который особенно презирают поклонники. Мало того, что они взяли одного из самых любимых персонажей и заменили его в Винни с шутками просто за гранью, но сделано это было просто, чтобы встряхнуть зрителей. Не только зрители были потрясены этим чрезмерно эмоциональным и отстойным эпизодом, но, как оказалось, и актеры тоже. Что еще более удивительно, в ответ на реакцию фанатов создатель Сет Макфарлейн сказал, «Мы все были очень удивлены, что людям не плевать на этого персонажа, и они разозлились». Что? Нам не все равно, когда смешного персонажа заменяют не смешным? Да ну нафиг. Номер два. «Свежий наследник». Окей, вот еще больше шедевр, чем эти предыдущие серии. В целом, худшая часть этого эпизода – это все шутки про инцест. От Картера, который приносит своему внуку удовольствие с помощью руки, до Питера, пытающегося жениться на своем сыне. Во время просмотра этих эпизодов наблюдается отсутствие смеха и появление звуков вроде «У-У-У-У» и «Эм-У-У-У-У». Чувствуете холодок по спине? Это ваш мозг пытается сбежать из вашего тела и спрятаться от этого эпизода. Питер пытается жениться на Крисе, чтобы украсть деньги, которые Картер оставил ему. Внимание, рецепт Один стакан инцеста, один стакан отвратительных стимулов и много неловких моментов Все, что вам понадобится, чтобы создать абсолютно ужасный эпизод Прежде чем объявим первое место, вот несколько непочетных упоминаний Номер один. Вечеринка морского коня и ракушки Вот он самый шедевральный шедевр, самый худший эпизод Гриффина всех времен Он такой же ужасный, плюс содержит плохие идеи, заимствованные из уже упомянутых в этом списке эпизодов Это бутылочный эпизод, в котором больше драмы, чем комедии, которые также рассказывают про насилие Хотя мы рады, что Мэг наконец-то постояла за себя, но все идет прахом, когда она решает быть семейным великомучеником Мы понимаем, что Гриффины любят шутить на табуированные темы и представлять все в противоречивом свете Но конец эпизода, по сути, несет мысль о том, что люди в насильственных отношениях должны оставаться там И в этом нет ничего смешного Согласен с нашим выбором? Какие серии Гриффинов тебе не понравились больше всего? Напиши об этом в комментариях Смотри другие интересные видео Новочмоджа Россия и подписывайся на канал, чтобы смотреть новые видео каждый день Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok